Еще вчера зрительный зал театра «Наш дом» был полон гостей, но противовирусные ограничения внесли свои коррективы. Теперь из 268 мест заполненными могут быть только 50% кресел. Кроме того, чтобы посмотреть спектакль, необходим индивидуальный QR-код, присвоенный после прохождения двух этапов вакцинации. У нас актеры очень болезненны, потому что для них зрители очень важны. Они играют на зрителя, выхватывают взгляды зрительские, как бы играют, вступают в такой невидимый контакт. Для них это очень важно. Впрочем, к сложившимся обстоятельствам в театре относятся с пониманием. Если зритель просит вернуть деньги за ранее купленные билеты, ему возвращают их полную стоимость, либо дарят пригласительные на будущую постановку. Нам пришлось вернуть за последний период около 300 билетов. Это практически больше этого зала зрителей. Ну, если считать, что у нас полный зал собирает около 200 тысяч рублей, ну, считайте. Ну и плюс банковские услуги. Которые оплачивают театр? Да, которые оплачивает театр. В ближайшее время на сцене театра «Наш дом» планируют провести гастроли музыкального театра Республики Адыгея. Встречу запланировали еще несколько месяцев назад. Визит трупы решили не отменять, даже несмотря на неполный зрительный зал. Мы очень надеемся, что 7 ноября все закончится и нам разрешат полный зал. Затронули ограничения и заведения общественного питания. Теперь работать могут только те, где предусмотрена доставка блюд и торговля на вынос. Мы расширили зону доставки. Теперь мы доставляем и в Москву тоже, в ближайшие районы. Все химки, все сходню, все-все-все. То есть мы везде сейчас по максимуму будем доставлять. Доставляем мы своими силами здесь, то есть в ближайших двух-трех километрах. С учетом того, что весь персонал наш вакцинирован, и мы очень переживаем, как наша еда доедет, мы сами это будем делать. Частично приостанавливает работу и многофункциональный центр городского округа. Очный прием вести не будут, однако заявления на получение той или иной услуги оформить можно в электронном виде. В настоящее время заявители могут получить на региональном портале государственных услуг 213 услуг и на федеральном около 400 услуг. Все те заявления, которые будут посланы через портал государственных услуг, будут оформлены в установленном порядке, но в соответствии с постановлением губернатора плюс 11 дней на подготовку ответов. Изменится и работа органов ЗАГС. Желающим широко отметить свадьбу, предложат перенести торжество на более поздний срок. А в случае, если молодожены не готовы поменять дату бракосочетания, их попросят соблюсти все меры предосторожности, надеть маски и не приглашать на праздник гостей. Также орган ЗАГС будет осуществлять регистрацию расторжения брака по ранее поданным заявлениям по обоюдному согласию. Регистрация рождения будет производиться только на удаленном рабочем месте органа ЗАГС на базе акушерского отделения Химкинской областной больницы. Ограничительные меры позволят замедлить рост заболеваемости и разгрузить систему здравоохранения. По словам специалистов, даже такой небольшой перерыв может значительно улучшить эпидобстановку в Московской области. На сегодняшний день только в Химках ежедневно за помощью к медикам обращаются более двух тысяч пациентов. Около ста попадают на лечение в ковидный госпиталь. Почти половина из них находится в тяжелом состоянии. Это принесет пользу в том случае, если действительно послушают наше правительство, послушают наших ученых, послушают нас врачи и будут оставаться дома. Тогда эта передышка будет как раз для того, чтобы немножечко как-то осело. Это не для того, чтобы поехать отдыхать в Турцию, на дачу, я не знаю, еще куда-нибудь. Это не выходные, новогодние праздники. Это как раз-таки то время, как раз вот ноябрь месяц, когда идет обострение еще других респираторных вирусных заболеваний. Именно то время, когда посидеть, отсидеться, не заболеть, и чтобы немножечко те, кто заболел, пришли в норму и утихло это. В штатном режиме работать продолжат только аптеки и продовольственные магазины.